Привет, дорогие мои! Меня зовут Александра. Я рассказываю вам, что происходит в городе Мальмио, что расположен на юге Швеции. И что вообще происходит сегодня дома у нас. Дома у нас ничего нового не происходит. По сути дела, карантин у нас или самоизоляцию не вводят. Судя по новостям, не собираются. Вот у меня в руках мой телефончик и svt.se. Это шведские новости. Это как у нас первый канал или как вести.ру. И вот тут написано, что примерно 600 погибших в Швеции от этого тлосчастного вируса и примерно 114 погибших с понедельника. Сегодня я прочитала в новостях, что погиб молодой человек совсем. Я очень была удивлена, потому что ранее говорили, что погибают в основном старенькие бабушки и дедушки. Вчера я была в магазине и над кассой в каждом примерном магазине у них есть прием почты, прием и отправка почты. И там была, как всегда, прием и отправка почты. И такие вот экраны защитные, пластиковые налепили над почтой, где-то они до носа доходят. Ну, то есть сверху и до носа вот так вот. И, ну, не до носа, а может кому-то еще ниже или выше. И над кассой такие, то есть и на почте у них слева касса, справа почта, и там, и там касса. И вот такие вот экранчики, чтобы меньше попадало вот наших этих отходов отсюда. Продавцы в перчатках уже давно, примерно два месяца. Один знакомый на выходных хотел поехать купить себе стройматериалов. Он живет в доме. Он приехал в магазин, что продает стройматериалы. Говорит, я не смог припарковаться, потому что места не было припарковаться. Что еще делают шведы? Очень интересно. Начинают пить вино, водку и так далее. Очень распространено сейчас попивательство, выпивание дома. Спиртных напитков. Спиртные напитки в Швеции не продаются в магазине. Как, допустим, в России. Я видела в Польше. В Дании не была. Не знаю. Можно купить спиртные напитки у нас в магазине, в обычном супермаркете. Здесь можно купить только пиво в супермаркете. А так это специальные магазины. Называются они Сюстембулагид. И там продаются вино, пиво. Они в воскресенье не работают. Эти магазины сейчас успехом пользуются. Шведы покупают там вино, пиво и вот пьют. Вино и пиво. Как я уже повторюсь, я уже говорила, народу на улицах много. Магазины тоже полные. Где-то выручка упала, где-то нет. Но, тем не менее, все работают. Сегодня утром я получила письмо из своей школы. Я учусь по онлайну. Заочно. В школе в город Твернамо. В Ленщопинге там не левил город Твернамо. У нас в конце мая должна была быть встреча с педагогом. Она не состоится из-за этого коронавируса. Они там все закрыли. Кампус в Эрнамо. Там, где мы встречались. Там очень приятное место для студентов. Здание приятное очень. Там студенты, там ресторан, там библиотека, там кинозал. Очень-очень красиво. Там мне было два раза всего. Мне очень там не нравилось. Но оно сейчас закрыто. То есть, высшее учебное заведение и колледжи, они закрылись. Школы работают. Детсады работают. На станции все рестораны, все кафе у нас работают. То есть, вот так. Я каждый день в кровоносе с утра и жду уже. Ну, когда же, когда же. Когда же они ведут самоизоляцию. Ну, не знаю. Не знаю. Будет ли это самоизоляция? Я очень надеюсь, что будет. Что это все не затянется. А случится в ближайшем будущем. Если у кого-то есть ко мне вопросы. Какие-то комментарии. Пожалуйста, пишите. Я на все комментарии отвечу. В силу своих возможностей. Если знаю, то отвечу. Если не знаю, то напишу, что не знаю. Многие вещи мне к простому человеку неизвестны. Я в них некомпетентна. То есть, могу рассказать, что вот вижу сама. С чем столкнулась сама. Мой личный опыт. То могу вам рассказать. Всем желаю хорошего дня. Пожалуйста, не выходите по мере возможностей. Берегитесь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...